Приветствую, друзья. Мужа основательницы Вайлдбресс Владислава Бакальчука задержали и обвинили в убийстве. На новостных сайтах эта новость интересным образом соседствует с призывом экс-премьера Чечни запретить в школах преподавание теории Дарвина. Вы знаете, между этими двумя событиями есть удивительная связь. Вот вы слышали про премию Дарвина? Премия выдается тем индивидуумам, которые в силу своей глупости умудрились выпилиться из генофонда наиболее нелепым способом. Мое мнение, что через перестрелку в офисе Вайлдбресс Рамзан Кадыров выпиливается из числа влиятельных игроков в российской политике. Так что запрет на преподавание теории Дарвина в Чечне может оказаться в каком-то смысле пророческим. Напомню, в чем смысл. Компания Вайлдбресс по публичной информации была основана Татьяной Бакальчук. Это красивая история Selfmade Woman, которая запустила современный сервисный высокотехнологичный бизнес. Бизнес, который достиг многомиллиардных оборотов и оценивается вполне на уровне крупных сырьевых компаний. И он, к слову, имел репутацию российского Амазона. Причем все это было сделано прямо, скажем, в непростой и маскулинной бизнес-среде. В общем, очень красивая медийная история успеха. Американская мечта буквально, которую удалось построить в тоталитарной диктатуре. Дальше началась менее красивая, более запутанная часть. Татьяна Бакальчук объявила о не очень очевидном слиянии с не самой крупной рекламной фирмой. Ее муж Владислав, который формально владеет одним процентом компании, заявил, что его доли участия в бизнесе гораздо больше. И что компания стала жертвой рейдерской атаки. Владислав Бакальчук внезапно вышел из медийной тени и объявился в Грозном в компании Рамзана Кадырова. Глава Чечни очень близко к сердцу принял проблему, переведя ее в семейное личностное русло. Мол, некие плохие кавказцы охмурили Бакальчук и увели ее из семьи вместе с многомиллиардным бизнесом. Кадыров заявил, что не потерпит такого попрания незыблемости брачных уз и приложит все силы к воссоединению семьи Бакальчуков. На призыв выдающегося семейного психолога Кадырова тут же откликнулся Адам Делимханов, который пообещал, что вообще костьми ляжет, но приведет в исполнение вытянутый Рамзаном приговор о счастливом будущем семьи владельцев Вайлдберриса. С самого начала под именем плохих кавказцев во версии Кадырова считывался Сулейман Керимов и его бизнес-партнеры. Это достаточно скоро подтвердили журналисты, которые выяснили, что компания «Рус Аутдор», с которой объединяется Вайлдберрис, входит в бизнес-орбиту Керимова. Эта компания управляется Робертом Мерзаяном, личное отношение с которым теперь связывают владелицу компании. Они также выяснили, что Керимов через главу администрации президента устраивал Татьяне Бакальчук встречу с Путиным, который и благословил сделку по объединению бизнесов в интересах Керимова, а также новые личные отношения Татьяны Бакальчук. Иными словами, картина стала очевидной и очень интересной. Есть семья Бакальчуков, которым принадлежит очень дорогой актив. Они начинают разводиться, актив на 99% записан на жену, муж считает справедливым иное распределение собственности и недоволен тем, сколько ему достается при разводе. Владислав Бакальчук ищет силовую крышу для изменения условий раздела имущества и находит эту крышу в Грозном. Татьяна Бакальчук тоже ищет или уже имеет силовую крышу в лице Сулеймана Керимова. Крыши найдены, команды семейных медиаторов в лице Кадырова и Керимова начинают прорабатывать супружеские взаимоотношения своих клиентов. Ресурс Керимова оказывается круче. Он на короткой ноге с главой АПшечки и устраивает встречу своей клиентки с Путиным. Чтобы вы понимали, личная встреча и публичное положительное решение Путина по вашей бизнес-проблеме – это самая козырная карта в такой игре. А уж если по итогам такой встречи президент дает прямое указание замглавы АП поддержать ваш проект – это победа. В этой ситуации большинство аналитиков были уверены, что Кадыров не будет напролом лезть в историю, возьмется Бакальчука какую-нибудь дань за беспокойство и ограничится словесной интервенцией Делимханова. Ну, просто потому, что в лоб силы переигрывать прямое публичное поручение Путина, ну, как-то не принято, да и опасно. Но учение Дарвина, как я уже сказал, в Чечне не приветствуется. И о Дарвинской премии Кадыров не слышал. Ну, случилось то, что случилось. 18 сентября Владислав Бакальчук появился в офисе в Альберис с группой силовой поддержки, очевидно, предоставленной Рамзаном Кадыровым или его окружением. Группа Бакальчука вступила в физический конфликт с охраной, началась стрельба, полиция благоразумно предпочла не вмешиваться, ну, не оппозиционный же митинг на самом деле. Два охранника в Альберис получили смертельные ранения, еще несколько человек оказались в больнице. В общем, в категориях путинского режима более прямого и вызывающего поведения трудно себе представить. Кадыров пытался переиграть бизнес-конфликт, по которому было вынесено высочайшее решение. Он переносит в центр Москвы методы не просто 90-х годов, а методы 90-х годов в Чечне. Практически в прямом эфире всех телеграм-каналов идет трансляция, как группа вооруженных людей бьет стекло в офисе, затем стрельба, трупы. Для меня показателем того, сойдет ли это с рук Кадырову, была судьба Владислава Бакальчука. И 19 сентября его адвокаты опубликовали следующее заявление. На мой взгляд, это сигнал о том, что Кадырову эта история с рук не сойдет. Я, конечно, не говорю о каких-то правовых последствиях, их не будет. Но роль и влияние Кадырову будут пересматриваться и снижаться. Долгое время реальная позиция Кадырова в федеральном масштабе была главной рейдер и решала страны. Дарованная Путиным безнаказанность, наличие собственного силового ресурса, полная финансовая неподотчетность развязывали руки региональному царьку. В какой-то момент царек потерял берега. Я прошу прощения, что говорю в таких терминах, но Кадыров взорвался даже в рамках путинской мафиозной системы с ее мафиозной терминологией. Потому что в рамках правовой системы Кадыров превратился в преступника не сегодня и даже не вчера. Кадыров давно бесил силовиков. Опять же, не в правовом смысле, а скорее в понятийном. Набеги кадыровских людей за пределы Чечни, участие в рейдерских захватах по всей стране, демонстративное наплевательство на юрисдикции и негласные правила. ФСБшники давно точили на него зуб и мечтали отомстить за унижение. Сейчас у них появился хороший шанс. Думаю, они им воспользуются. Мне кажется, что в этот раз Кадыров всерьез переоценил свои возможности и пределы. Тем более, что долгое время его безнаказанность базировалась на его незаменимости. А в последнее время и его состояние здоровья намекает, что все не вечно. И преемника не из числа приспешников ему нашли. Счастливо вам. Мне кажется, мы увидим закат одного из столпов режима. Закат, который может стать прологом к более серьезным изменениям. Продолжение следует...